Привет! Иногда возникают ситуации, когда у котенка или взрослой кошки ни с того ни с сего начинают выпадать усы. У хозяев, которые с этой проблемой сталкиваются, возникают вопросы, их это пугает. И в этом видео я хочу рассказать, по какой причине у кошки или у котенка могут начать выпадать усы и что в таких случаях делать. Для начала хотел бы сказать несколько слов о том, для чего вообще кошки нужны усы. Усы это не просто шерсть, это для кошек орган осязания. Они помогают кошкам лучше ориентироваться в пространстве. Именно благодаря усам кошки могут так хорошо ориентироваться в темноте. Кроме этого, в дикой природе усы помогают кошкам и в охоте. Они способны улавливать мельчайшие колебания воздуха и это делает выслеживание добычи для кошки более эффективной. Поэтому за состоянием усов нужно следить и не позволять ни в коем случае, если у вас есть дети, чтобы они обстригали усы кошкам. Теперь поговорим о причинах, по которым котенок или взрослый кошка может терять усы. Самая распространенная причина это механическое воздействие. Кошка легко может обломать усы, когда будет лезть куда-нибудь, например, под шкаф или под кровать и усы случайно повредятся и поломаются. Также бывает, когда кошки дерутся или играют. При активных играх они часто могут обламывать друг другу усы. Если же говорить о котятах, то котятам усы может объедать кошка-мама. Таким образом, она будет стараться, чтобы котята не проявляли чрезмерную активность до тех пор, пока это не будет нужно. То есть, если говорить о механических воздействиях, то вы сделать, конечно, ничего не сможете. Это в пределах нормы. Бояться не стоит. Усы со временем отрастут вновь. Вторая причина может быть связана с плохим питанием. Если у кошки есть недостаток питательных веществ, витаминов, белков, жиров и углеводов, которые она получает из питания, не только усы страдают. Страдает и, в принципе, весь организм, страдает и шерсть. Поэтому, если питание у кошки однообразное, скудное, она недополучает чего-то из питания, проблема с усами тоже может быть. Я советую в этом случае следить за рационом своей кошки, кормить ее хорошо. Тогда таких проблем у нее не будет. Третья причина может быть в том, что у кошки лишай. Как вы знаете, одним из признаков лишая является очаговое выпадение шерсти. Обычно образуются залысины в форме кругляшков, и внутри у них кожа шелушится, а шерсть полностью выпадает. Так вот, локализоваться они могут не только на спине, животе, лапах, но и на мордочке, в том числе там, где как раз находятся усы. И из-за этого выпадает не только шерсть, выпадают и усы. В этом случае, если вы у кошки или котенка подозреваете лишай, я советую сходить в ветеринарную клинику и все проверить. Четвертая причина – аллергическая реакция на наружных паразитов. Если у кошки есть блохи, когда блоха кошку кусает, может на укус, на слюну блохи возникнуть аллергическая реакция, которая приведет к тому, что у кошки будет сильный зуд. И когда у кошки такой зуд начинается, чешется все тело, в том числе и мордочка, кошка может активно механически начать чесать, в том числе, кожу в области усов. И усы от этого, естественно, будут обламываться. Пятая причина тоже связана с паразитами. Паразиты, как вы знаете, бывают наружные, бывают внутренние. К наружным паразитам можно отнести не только блох, но и подкожные клещи. И если у кошки подкожный клещ есть, это тоже вызывает зуд и тоже может привести к тому, что усы будут ломаться. А если у кошки, например, большое количество глистов, то глисты эти ведут к тому, что общее состояние организма кошки ухудшается, становится ломкой шерсть и в том числе страдают и усы, как и весь организм в целом. Поэтому нужно регулярно проводить противопаразитарные обработки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...